что-то у меня давайте перекусим елка денежные трусы правая левая с огурцами картошку смотрела замородок заснула ли это проснулась одну так подремала я думаю сейчас может мне ребят иве 100 рублей иве и будет бесплатно все и я все серии посмотрю там мать и и заболела это девка мне выка написала что она не это мать мать сайрана на мать заболела не сайрана мать ее калужских новостях выка я смотрела в дубинич или сухинич и ливень да там показывает какой-то малый пропал 22 года но ему девки не дашь ребят он бородатый я думал 40 лет не вот сейчас машкой обратно переписывались вот машка молодец оказывается они познакомились на футболе на стадионе она сказала он сказал будешь мне полтора года ждать она будет буду он сирию уехал и она ждала его потом он приехал вот расписались они и он ее псков увез 41 год девки детей нету он военный военные ну порушите здесь написано это кто вдв и и футболисту и футболисту вот так я говорю маш не критом не повышая голос я говорю так рада за тебя ты так мучилась это тебе бог послал мужика такого ну конечно у нее я ее знаю ее там бумажка молодец не каждому так конечно она одна мама трое это 10 пап ну я так говорю ну трое детей от разных нету я вот сижу жду его вот так там квартиру у него ну теперь она наверно прописан я не знаю я не все то что она мне рассказала девки я не знаю вот загвоздка хочет риточку дочку ее последние удочерить правильно папаша не дает согласие тоже любит риточку свою дочку сына он удочерил ну там папаша его а девка старшая сама живет быть с парнем свадьбу не было еще вы я так рада за нее я говорю детства его нашла 41 год военный футболист зенит дашу я говорю то она говорит на стиле он я только не знаю где то они были девки это редкость такая да она полтора года ждала его он приехал и она они в этом вот расписали свадьба она на год старше его вот так девки вов бывает да она такая машка простая и вот не пиво ничего не пью верная жена я говорю и не надо какая машина тебе да он подарил мне с нуля крутая а котенку показала как это называется то декоративный маленький еще ну чтобы не скучно серый ушки маленькие кто там пишет артикул мне киньте арееры девки ну вы что вы вообще что ли идите в альберис там этих порошков таблеток сейчас черная цена там идет сейчас черная цена там что за мной повторяете я беру то что мне подешевле может вы дорогим там ой она вся в золоте я чуть не упал вот это да вот нервный риточка говорит когда он звонит а где он сейчас тра-та-та нахэ как-то забыла и говорит риточка его папой зовет у него у нее свой она знает ну конечно а теперь деньгами не нуждается да ребят он военный у них куда пошлют его туда вот так девки мы так долго переписывались а в гости говорит приезжайте я говорю ну да я там еще не была она объяснила псков это эстония рядом санкт-петербург что то еще там рядом санкт-петербург рядом еще что то угу я устала там вытирать удалять уху ой девки такая духа-то эстония петербург еще что то рядом она сказала она посмотрела как от нее до меня 600 чем то она сказал далековато от нее и до меня Да я что, поеду, что ли? Я лучше на диване полежу, посплю. Такая жара. Вчера мы разговаривали, сказали правду, что в августе и в сентябре будет жара. Не дай бог. Не хочется девке. Не хочется, духота такая у меня из жога идёт. Вот так девки. Молодец, конечно, я довольна из-за неё. Я понимаю, каждая женщина хочет счастье найти. Вот ей очень много попадалось такие. Она влюблялась и её подруга хорошо живёт. Вот она наконец-то себе на старость нашла счастье. Не спросила, будешь рожать? Хер его знает. Как бог ей даст. Но я такая рада. Девки, он такой красивый, седоватый. Не страшный. А ВДВ, вот он. Военный он. Военный ВДВ. Военный. И спортс... И футболист. Его, говорит, все знают. Там, где они живут. А мне интересно, я ей пишу. Она простая, отвечает на всё. Она не скрывает. Она такая простая, Машка. Я ей прямо написала. Я прямо счастлива. Вон, видите, летает ракета. Вот откуда она залетает, девки? Слышите? Молодец она. Все непутёвые у неё. И три мужика непутёвые. Ну, что девка молодая. Девка вот эта, взрослая у неё. Влюблялась. Думала семейную жизнь. Непутёвые. Последний вообще ей... Вот Риточка мозга ей композировала. Слышите, летает падла. Я не знаю, откуда они появляются. Девки, приходите в 8 часов, я выйду. Вон, а видите, как... Как мне её убить-то, падла? Не знаю, откуда она летит. Хер не знаю. Да вроде дырок нету. Мать сетку заказала, Ленка, две сетки. Одна сетка, сетка, две пятьсот, пять тысяч. И ждали долго. Месяц, наверное. Соседка тоже сказала, будет сетку. Надо, ведь, заказывать. Слышите, летает падла. Вот так, девки. Счастье ещё можно найти. Я ей всегда говорила. Я говорю, одна мама, десять пап. Она смеётся. Ну, от него, от него, от него тоже, наверное, родит. У него детей-то нету. Неужели у него баб не было? 41 год. Падла. Собака где-то. В подвале живут две собаки. А что я кости буду выкидывать? Я окно открываю, кидаю её. Вот здесь сало в шкуры. Сало в шкуры тоже кинуло через окно. Ну, ладно. Ну, что я в помойку буду? Они в помойку лазят, раздрёбрывают там всё. На полу валяется. Ну, да. Кино хорошее мне нравится. Про ментов. Сейчас скажу, как называется. Ментовские войны, девять. Невидимки в темноте. Третья, четвёртая серия. Я вот не смотрела. А сейчас смотрю уже каждый день. После зимородка. Мне нравится. Ладно, давайте, ребят, восемь часов полежу сейчас. Полежу я. Подремлю восемь часов, выйду. С Ленкой немножко попереписывались. Благовещенск. Говорит, это вообще у них духота. Везде духота. Говорит, дышать... Дышать нечем. Шилов всех. Шилов прям всех уже. Ладно, всё, давайте. Мандить буду. Восемь часов приходите. Субтитры подогнал «Симон» Симон.